Привет, друзья! Это я ещё не дописал, дописываю, ищу, пока душа не появится. Вы там мне советы пишите, я это всё анализирую. Спасибо большое. Получается такое совместное коллективное творчество. Будем доделывать. А здесь вот мне прислал письмо Владимир Кузьмин. Здравствуйте, уважаемый Хосе Магомедович! Я прямо читаю в своих видеосеминарах вы рассказали о том, как известные люди, Этуш и другие, искали ключ себе и совершали в волнительных ситуациях повторяемые движения. Я читал статью о знаменитом советском поэте Леониде Дербенёве, который написал слова ко многим известным песням, например, «Есть только миг между прошлым и будущим» и другие. И там нашёл отрывок из воспоминания о нём, где рассказывается о том, как он работал, то есть сочинял стихи. «Может быть, вам тоже будет интересно, так как это подтверждает то, что вы говорили о повторяемых движениях». Вот цитата. Отвлекать Леонида Петровича во время творческого процесса было нельзя. Дочка Лена это не понимала, жена поэта Веры Дербенёва вспоминает. Однажды дала Леночке книжку с картинками и сказала, «К папе не ходи, он занят». Через некоторое время слышу, «Вера, забери Лену, я же просил мне не мешать». Иду забираю, она чуть не плачет. «Леночка, мы же с тобой договаривались, что не надо к папе заходить, он работает». Ничего не работает, просто сидит и левой ногой болтает. С тех пор, уходя работать, Леонид Петрович нередко говорил, «Если будут звонить, скажи, что занят». И левой ногой болтает. Таким образом, поэт Дербенёв нашёл ключ в себе, пишет мне наш участник школы. Когда ему нужно было сочинять стихотворение, он садился и начинал болтать ногой, то есть совершать повторяемые движения. Этот случай, мне кажется, может добавить в вашу копилку примеров, когда великие люди нашли ключ в себе. Поскольку у вас большая аудитория, мне кажется, что можно было бы рассказать о ключевом приёме, который нашёл для себя поэт Дербенёв, и вообще напомнить о нём и его творчестве, так как написанные им песни знают все. Но не всем известно, что те, кто к этим песням написал именно он. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Кузьмин. Спасибо большое. Пожалуйста, этот текст в школу к нам направь тоже, пусть там читают, кто видео не посмотрит. На самом деле, вот эту песню «Есть только миг» спел лучше всех Олег Анофрих. Да? Да. Вот это интересно, правда? А теперь я вам ещё кое-что скажу. Кое-что скажу, кое-что скажу. Говорил про Бехтерева, говорил про великого Бехтерева. Я с ним абсолютно согласен вот с чём. Ну, я со многим там согласен, я, можно сказать, со всем там согласен. Ну, абсолютно согласен, вот с чем. Я это сформулирую, как я писал в своих афоризмах. Хорошо? Я писал так. Вот мой афоризм. Ты управляешь только тем, что осознал. Всё остальное управляет тобой. А теперь о чём идёт речь. Ты живёшь в инфомире. Вот инфомир. Ну, кто-то говорит, там, это ноосфера, там, ну, это всё-всё-всё-всё-всё. Кто что говорит, что ты слышал, что ты читал, что ты смотрел по телевизору, что в интернете. Инфомир. Ты живёшь в инфомире, и в тебе ещё есть бессознательные механизмы. Вся природа предшествующих поколений, тысячи-тысячи лет, вся природа, вся Вселенная, ты Вселенная. Да, ну, вот разум твой, что это? Это то, что ты осознал. Во всём этом инфомире, во внешнем и внутреннем, это то, что ты осознал. То, что ты пропустил через свою логику, через сознание. Вот твоим «я», вот это вот, то, что ты осознал, твой здравый смысл, управляет инстинкты бессознательно и разум. Разум осознан, осознанная тобою часть тебя и мира, я пишу, вот. Всё, что происходит в тебе мимо твоего сознания, есть непроизвольное внушение, Бехтерев говорил. Всё, что проходит мимо твоего сознания, ну, оно есть, вот этот вот инфомир, оно может влиять как непроизвольное внушение на тебя. Да, вот, всё, что происходит, да. Вот теперь я скажу важное. Теперь я скажу очень важное, потому что у нас есть пять органов чувств. Я говорил, это так как уцин, уцин, помните, да, уцин. Так вот, уцин, уцин, пять элементов. Вода, воздух, огонь, металл, вода. Воздух, огонь, металл, земля. Они между собой конкурируют. И пять органов чувства между собой тоже конкурируют. И вот именно, когда я писал свою новую модель работы мозга, мы там говорили о том, что конкуренция, доминант, как раз-таки обеспечивает тебе нормальное состояние болествования. А когда одна доминанта, ну, то есть, когда один вектор внутри мозговых отношений, она за тебя все твои решения примет. Ну, например, влюбился. Ну, вот, понимай, не понимай, но все равно ты принимаешь и шею. Ну, влюбленный человек, ну, куда денешься. Вот, или горе, горе, одна доминанта. Или еще какое-то, вот, есть такая страсть какая-то. Ну, вот, и вот этим занят, она все за тебя решает. Ты в трансе. Вот стресс – это тоже одна доминанта. Стресс – это неуправляемый транс. И вот смотрите теперь. Пять органов чувств. Пять модерностей, да? Это как раз механизм, внимание, внимание, а потом будут на эту тему писать десятки диссертаций. Это механизм обеспечения твоего здравого смысла. Да, это механизм обеспечения сознания. Конкуренция вот этих пяти органов чувств. Я сейчас поясню. Вот представьте себе зрение там, тактильные ощущения, обонятельные ощущения там, ну, кинестезиологические ощущения там, мышечные чувства, вот эти все, да? Теперь смотрите. Я этот пример когда-то проводил, но этот ролик там далеко, там далеко, вы его не найдете. Но я вам сейчас его в современном языке скажу. Представьте себе ситуацию, когда вы, например, хотите дотронуться пальцем до стола, ну, вы зрительно видите, палец чувствуете, хотите до стола дотронуться, а палец прошел сквозь него. Вы представляете, что произошло? Срыв шаблона, разрыв. И вы в этот момент цепенеете, потому что вы в гипноз попадаете, то есть в транс попадаете. На этом же НЛП построено тоже, на разрыве шаблона, да? Еще на чем НЛП построено? Оно построено на том, что, ну, во-первых, я вам доскажу, что когда вы, например, вам вдруг показалось, вот, допустим, что в квартире слон вдруг появился, вот вы пришли, и вдруг слон, и говорят, ущипни там, или перекрестись, если тебе кажется. Ну, в народных пословицах есть уже вот эти ответы, как делать в этом случае, когда у тебя доминанта появилась, и тебе что-то кажется. Ну, ущипни себя. То есть создай конкуренцию. Конкурирующие доминанты тебя выводят на здравый смысл, на механизм, который обеспечивает сознание, на разум. И вот теперь посмотрите. НЛП. Мы шли с одной тетенькой по коридору, и она мне стала говорить, что такое НЛП. А я не знал еще, что такое НЛП. И она мне рассказывает, представь себе, что ты лежишь на пляже, вот, ты лежишь на пляже, песочек такой прогретый, влажненький, а я иду, иду, мы с ней идем. Я представил себе, потом она говорит, светит солнышко теплое такое, потом, значит, ветерочек дует прохладненький такой, небо ясное такое, голубое. То есть она перечисляет мне, касающиеся всех органов чувств, сигналы. И потом она... Она-то мне наперечисляла, что я в какой-то момент забылся, в этот момент споткнулся, и хорошо получил конкуривший сигнал, как ощупнул себя и выскочил из этого транса. Потому что еще чуть-чуть она меня уже ввела. Она меня уже ввела в состояние, и получилось невольное делегирование моего сознания ей. И она могла уже мной управлять. То есть если бы она догадалась в этот момент еще что-то сделать, если бы я не споткнулся, если бы у меня не было такого инстинкта постоянного самоконтроля, у меня всю жизнь было такое, постоянно самопроверять, что я чувствую, и как такой самоанализ. Вот есть некоторые люди, у которых такая легкость, делегируемость кому-то, своего сознания. Вот это та группа людей, которые либо под большим потрясением сразу тащатся за авторитетом, но кто увереннее говорит, значит он знает, что он говорит, и за ним тащишься, когда ты в условиях неопределенности находишься. Так вот тут такой момент интересный. Либо разрыв шаблона, либо значит она создала тебе целую голограмму. То есть все органы чувства подключала своими словами, что у тебя такой образ возник, и там не было противоречий. Поскольку не было конкуренции, конкуренции, которая обеспечивает сохранение твоего здравого смысла, ты уже делегировал тому, кто эту картинку тебе создавал. И он уже тобой управляет. Это есть НЛП. Короче говоря, сохранять здравый смысл вы можете только одним способом. Когда вы какую-то информацию анализируете, не смотрите только одну станцию, не смотрите только одну радио. Да, смотрите много, конкурирующие мнения, конкурирующие там, конкурирующие, один одно говорит, другой другого. Вы перебирайте, а то вы врубились в одно, и все оттуда получаете. Это неверно. Потому что истина, она в контексте, она в сопоставлении. Что значит анализировать? Сопоставлять. Да, ну ладно, до встречи. До встречи.